МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкале на канале Ангара Медиа. С вами Надежда Фролова. На проведение прокурорской проверки в отношении ответственных лиц надеются жители СНТ Ясная Поляна. Напомним, садоводство сильно топит уже несколько лет подряд. Последний раз большая вода пришла туда две недели назад. Ради справедливости стоит отметить, что не выполняют свою работу не только чиновники Прибайкале, а паводки зафиксированы в разных субъектах страны. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов. В текущем году в очередной раз серьезно обострилась паводковая ситуация. Пострадали более 40 регионов нашей страны. Очевидно, не было сделано соответствующих выводов из аналогичных событий прошлых лет. При надлежащем надзоре со стороны прокуроров, своевременном реагировании на бездействие чиновников, последствия не были бы такими масштабными. Соблюдение требований коммерческих перевозок пассажиров контролируют сотрудники госавтоинспекции. Они не только выявляли нарушения правил дорожного движения водителями такси, но и проверяли техническую исправность транспорта. В ходе рейда ангарские правоохранители проверяли легальность осуществляемой деятельности и наличие лицензий. Особое внимание уделяли ремням безопасности, наличию детских удерживающих устройств и перевозке различных предметов. В отношении граждан за рулем за нарушение ПДД составили 31 протокол. Наиболее распространенными были непристегнутый ремень безопасности и непредоставление преимущества пешеходам. Также сообщается, что с начала года в Прибайкале водители нарушали ПДД на железной дороге более 300 раз. Сограждане продолжают выезжать на пути, невзирая на запрещающий сигнал светофора и опущенный шлагбаум. По каждому факту информация отправлена в ГИБДД. 145 автовладельцев оштрафованы, кто-то лишился водительских прав. Отметим, с начала года на переездах восточно-сибирской железной дороги зафиксированы 6. ДТП 1 человек погиб. Альберт Идомнин, Новости 360, Ангарск. Вести запрет на работу в некоторых отраслях для иностранцев хотят в Госдуме. В частности, речь идет о медицинской и фармацевтической деятельности. Мигрантам также предложили возбронить преподавать в системе образования, поскольку у них нет необходимого опыта и культурного багажа. В списке недоступных профессий значится водитель общественного транспорта. Также законопроект не позволяет иностранцам устраиваться на работу с доходом выше среднего. По мнению авторов документа, это обеспечит приоритет соотечественникам. Не переключайтесь, далее немного полезно рекламы. Планета Здоровья приглашает целеустремленных и энергичных заведующих аптек и фармацевтов. Зарплата заведующих от 80 до 100 тысяч рублей. Фармацевтов от 60 до 100 тысяч рублей. Звоните 8 800 755 2002. Подробности на сайте планетаздорова.ру Ваш автомобиль хандрит. Приезжай в ДОК-Авто. Диагностика и ремонт ходовой части, рулевых рейк и АКП. Проточка тормозных дисков и шиномонтар. Замена всех спецжидкостей. А также жестяные и лакокрасочные работы. Станция техобслуживания ДОК-Авто. Лечим все с гарантией. 254 квартал 1 дропе 1 Ангарская нефтехимическая компания реализовала значимый экологический проект. Его цель – искусственное воспроизводство водных биоресурсов путем выпуска молоди, пиляди в Братское водохранилище. В общей сложности было выпущено 10 тысяч мальков ценной промысловой рыбы семейства Сеговых. В среднем навеска каждого малька составляет 10 граммов. Выпуск состоялся с Бельского рыбоводного завода, расположенного в селе Сосновка Усольского района. В этом году в экологической акции по выпуску молоди приняли участие ученики Роснефть-класса Ангарской школы номер 10. Перед началом мероприятия работники рыбзавода провели для них небольшую экскурсию. Мы смотрели, как выращивают маленьких рыбок. Мы смотрели, как их отпускают, а также съездили на ферму. Покормили там тоже рыбку. Моя мама тоже работает на НХК и занимается экологической деятельностью. И в будущем я хочу тоже связать свою жизнь с данной деятельностью. И поэтому это мероприятие очень поможет мне в развитии своей будущей профессии. Мероприятие по сохранению биологического разнообразия и восполнению водных биоресурсов при Ангаре ангарская нефтехимическая компания реализует уже шестой год. В естественной среде у икры-пеледи практически нет шансов на выживание. Поэтому воведение рыбы в искусственной среде и последующее зарыбление – единственный способ поддержания популяции ценных для нашего региона видов рыб. 10 тысяч мальков семейства сеговых было по традиции выпущено в реку Белую. По расчетам специалистов, молодь переместится к Ангаре, а затем доберется до Братского водохранилища. Через пару лет пеледь вернется на нерест в Белую, Иркуты-Китой. За последние шесть лет усилиями АнНХК Братское водохранилище пополнилось десятками тысяч мальков пеледи. В прошлом году предприятие впервые выпустило в озеро Байкал молоть осетра. Это ценный вклад в работу по восстановлению биоресурсов водоемов региона. Как показывает мировая практика, такая процедура весьма эффективна. Она позволяет поддерживать популяцию рыбы и увеличивать ее ежегодный приплод. В будущем ангарская нефтехимическая компания планирует продолжать реализовывать подобные экологические мероприятия. С помощью стерилизации снижают в регионе количество бездомных собак. Также хозяева обязаны чипировать своих животных. В единой базе уже почти 20 тысяч питомцев. Это в том числе должно помочь отслеживать недобросовестных владельцев. А их немало. Ветеринары жалуются на людей, которые бросают в клиниках псов и кошек. Этот пес на всех людей смотрит с недоверием и есть почему. В одну из ветклиников доставили с ушибом легких. Сбила пса машиной или ударил человек неизвестно. Но судя по ошейнику он был домашним. Женщина, которая привезла собаку, ничего не объяснила. За осмотр заплатила. Но когда речь зашла о стационаре, ретировалась. Стоимость брошенной жизни около полутора тысяч рублей за сутки терапии. Подобная история не редкость. Этого пациента прозвали плохой. Усатого хозяева бросили совсем маленьким. Не захотели лечить инфекцию. Не спасает от предательства и порода. В соседних апартаментах живут шотландец и британец. Да, на самом деле люди, которые привозят не своих животных, они их лечат чаще. И мы, кстати, идем им на уступки. Брошенные пациенты есть в каждой ветклинике. Чаще всего подкидывают нежелательное потомство. Нам чаще всего везет на малышей. Это либо щенки, либо котята. И достаточно 2-3 штуки бывает. Хотя по новым правилам, в регионе владельцы обязаны следить за размножением питомцев. Для собак есть бесплатная стерилизация. А еще их обязательно чипируют и формируют единую базу. Очень часто люди выпускают животных на самовыгул. В ходе отлова исполнители муниципальных контрактов, они сканируя животного, они могут определить, что у него есть чип, и уже обратиться в службу для того, чтобы мы нашли владельца. Благодаря этому можно вернуть собаку домой или привлечь владельца, который намеденно выбросил питомца к ответственности. Если хозяина нет, помогают брошенным животным доброжелатели. Но порой не доводят дело до конца. Весной люди нашли щенка подростка, всего искусственного. Щенок у нас находился примерно месяц. Мы его лечили. Люди в течение месяца к нему приезжали, привозили лакомства, покупали дорогие игрушки. Но когда мы им позвонили, что пришло время щенка забирать, люди в ответ нам по телефону сказали, что теперь это наш щенок и наша ответственность. Логика простая. Собака не моя, значит и ответственность не моя. Но у ветеринаров и волонтеров ресурсы ограничены. Точку в спорах ставит Гражданский кодекс. В гражданском законодательстве предусмотрено, что люди, которые нашли животное безназорное, задержали его и пытаются оказать ему помощь, стерилизовать, лечить или, возможно, животное пострадавшее, они несут точно такую же ответственность, как владельцы животных. Если брошенное животное пострадало или погибло, то ситуацию можно приравнять к жестокому обращению. А это уголовная статья. Альберт Домнин, присодействие НТС, новости 360, Ангарск. Стоимость школьного набора посчитали аналитики компании платформа ОФД. В список вошла форма, рюкзак, рубашки, брюки или юбки, повседневные спортивные обувь, футболки, пенал, констовары, дневник и сетради. Средняя цена в июле составила 14 601 рубль, что выше уровня прошлого года на 10%. В целом, на школьных тратах в июле не экономили, выбирая более качественные и дорогие товары, что и отразилось на увеличение среднего ценника. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. Читайте в свежем номере газеты «Свеча». Два месяца без трамвая. В Ангарске началось строительство дворца бракосочетания. Мат-капитал поможет в реконструкции дома. Равнение на голубые береты. Культпоход. Остров влюбленных в театр людей. Огни пантеон на набережной. Газета «Свеча». Живи ярче, живи светлее. Здравствуйте! Это погода на канале Ангара Медиа. Я Екатерина Светкова. В Байкальске 2 августа облачно. Днем температура воздуха составит 22 градуса. В темное время до плюс 16. Ветер северо-западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. В Листянке почти такая же погода. Днем температура воздуха составит 19 градусов. Ночью на термометре можно будет наблюдать плюс 14. Ветер юго-западный 2,4 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды – кафе «Вафел». Кафе «Вафел» не просто уют и комфорт. Это чувство благополучия и домашней атмосферы, где можно разделить важные моменты с близкими. Широкий выбор вафель с разнообразными начинками. Только свежие и натуральные ингредиенты. Мастерский сваренный кофе – доступные цены. Ежедневные завтраки – бизнес-ланч с 12 до 16.00. По промокоду «Погода» дарим на заказ скидку 10%. Ангарск, 71-й квартал, строение 4, здание спортхолла около бассейна «Ангара». Вкусные, только что испеченные норвежские вафли с натуральными, свежими, сочными начинками. Из овощей, мяса, птиц, рыбы, ягод, меда и сладостей. Кафе «Вафел» в Ангарске. Сытные завтраки с ароматным кофе. Бизнес-ланч, детское меню и бабл-ти. В атмосфере тепла и уюта. А теперь о погоде в Ангарске. В пятницу преимущественно солнечно, днем 24, ночью 13 градусов. Ветер северо-западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите «Метеопрогноз» на канале «Ангаромедия». А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Наш город улыбается всегда, и как волшебник открывает дверь. Туда, где светит яркая звезда большой мечты, в которую мы верим. Туда, где вьются светлые жизни путь. Туда, где юность ходит на рассвете. И светлой сказкой наполняет грудь. Цветут сады, а в них играют дети. О, Родина, косынка на ветру, лукавый взгляд молоденькой рыбачки, толстяк таймень, очнувшийся от спячки, текущий плавниками ангару. Плывущий к байкалу облака, и ствола синьких пламени багула, и роща, задрожавшая от гула, застрявшего вблизи грузовика. Летящие на лето журавли и зиму веребившиеся ронжи. К чему им берег огненной земли? Для них Сибирь роднее и дороже. Сибирь роднее и дороже. Сибирь роднее и дороже.